Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя наша встреча посвящена Дню Знаний. Сегодня вы узнаете о том, как появилась школа и школьная форма от древних времен до современной России. Познакомитесь с историей появления праздника 1 сентября. Как же появилась школа? В 988 году зародилось школьное образование. Владимир Святославович обязал детей бояр учиться. Так и появились первые школы. Книжные учения, школы при монастырях и частные. В это время зародилось женское образование. Открылось первое женское училище. До Петра I развитие образования шло медленно. Изредка открывались частные школы, а также была создана славяно-греко-латинская академия. Первое высшее учреждение в стране. Для знатных мальчиков по 7-12 лет открывались училища. Где обучение строилось по словам, сборникам школьных программ, а с духовником. Сначала изучались письменность, затем уроки становились более разнообразными. В этих учебных заведениях изучали 7 свободных художек. Грамматику, диалектику, риторику, церковное пение, землемерение, географию, звезды, знания. Значительные изменения в обучении произошли при Петре I. Он провел реформу образования, которая коснулась многих аспектов развития школ в России. В 1701 году открыл школу математических и навигационных наук. В ней учились мальчики всех сословий с 12 лет. После освоения программы дети бедных родителей шли служить, а дети бояр поступали в верхнюю школу. Такие юноши учили немецкий язык, географию и навигацию. В 1714 году появились циферные школы. Ученики углубленно изучали математику и геометрию. К 1723 году в стране было порядка 42 таких школ. В 1724 году Петр I учредил Академию наук, но открылась она год спустя, уже после его смерти. Академия состояла из гимназии и университета. В гимназии дети учились 7 лет. Изучали латынь, немецкий, французский языки, историю и географию. До Екатерины II фактически учиться могли только юноши. В 1764 году право получить образование дали и девушкам. Императрица открыла Смольный институт – воспитательное общество благородных девиц. В 6-9 лет девочек обучали математике, иностранным языкам, творчеству. В 9-12 лет в программу входило изучение истории и географии. В 12 лет девушки читали познавательную литературу, практиковались в ведении хозяйства, постигали азы физики, архитектуры и скульптуры. В 15-18 лет ученицы завершали обучение и повторяли все предметы углубленно, изучали закон Божий. Важный шаг к улучшению образования произошел в 1802 году. Александр I создал Министерство народного просвещения, которое определило дальнейшую историю развития образования в России. Устав Министерства предусматривал следующие учебные заведения. Приходские училища для бедного населения. Обучение длилось 1 год. Ученики с 6 лет изучали чтение, религию и письменность. Проходили подготовку к поступлению в уездные училища. Училища уездные училища принимали мальчиков 7-8 лет. Учеба шла 2 года. Дети изучали около 15 предметов, в числе которых были черчение, геометрия, арифметика. Гимназий. В них могли учиться только дети дворян для подготовки к службе или поступлению в университет. Обучение было насыщенным. Философия, экономика, математика, этика и многое другое. В гимназиях были не только учителя, но и контролеры, следившие за поведением. Всего в стране было 5 гимназий. Университеты считались привилегированными учебными заведениями и функционировали только в Москве и Санкт-Петербурге. Еще одно знаменательное событие в истории системы образования – открытие императорского царско-сельского лицея в октябре 1811 года. Там обучался Александр Сергеевич Пушкин и другие знаменитые люди того времени. Система обучения была следующей. Мальчики высших сословий принимались в лицей с 10-12 лет. Срок обучения был 6 лет. Изучали разные предметы – физику, химию, языки, рисование, политику. Был четкий распорядок дня. На учебу отводилось 7 часов, плюс временное выполнение домашних заданий. Юноши не только учились, но и жили в лицее. В 1864 году были созданы зенские школы. Учеба в зенских школах была бесплатной и длилась 3 года. Была доступна для мальчиков и девочек с 8 лет. Уроки вели педагоги и священники. Занятия были в одной комнате с одним учителем. Дети изучали религию, русский язык, церковное пение. Становление советской системы образования можно разделить на следующие этапы. В 1918 году были приняты положение о единой трудовой школе и декларация о единой трудовой школе. Введен запрет на религиозные учения. Школа стала двухступенчатой. На первой ступени обучали детей с 8 до 13 лет. На второй – с 14 до 17 лет. Открылись бесплатные трудовые школы, где изучали письмо, чтение, математику. Но уклон был на труд. В 1930-х годах введено обязательное начальное образование. В годы войны образование пережило сильный кризис. Не хватало учителей, учебной литературы, ученики работали на заводах. В 1930-х годах введено обязательное начальное образование. В годы войны образование пережило сильный кризис. Не хватало учителей, учебной литературы, ученики работали на заводах. В 1958-м году началась школьная реформа. Обучение стало 10-летним, а получение среднего образования обязательным. С 1980-го года дети стали обучаться 11 классов. Введена система поощрения в виде медалей. Так что же мы знаем об истории создания школьной формы? У школьной формы в России богатая история. До 1917-го года она была сословным признаком, так как позволить себе обучение в гимназии могли только дети богатых родителей. Точная дата введения школьной формы в России – 1834-й год. Именно в этом году произошло принятие закона, утвердившего отдельный вид гражданских мундиров. К ним относились гимназические и студенческие мундиры. Введение форменной одежды для учащихся учебных заведений в России связано в первую очередь с тем, что эти учреждения были государственными. В те времена все государственные служащие должны были носить форменную одежду, соответствующую их чину и званию. Так все педагоги в государственных учебных заведениях носили форменные сюртуки. Исходя из этого было естественным введение и для учащихся форменных костюмов. Костюм гимназиста отличал подростка от тех детей, которые не учились или не могли позволить себе учиться. Форма гимназистов была сословным признаком, потому что учились в гимназиях только дети дворян, интеллигенции и крупных промышленников. Форму носили не только в гимназии, но и на улице, дома, во время торжеств и праздников. Она была предметом гордости. Во всех учебных заведениях форма была военного фасона. Неизменно фуражки, гимнастерки и шинели, которые отвечали только цветом, кантами, пуговицами и эмблемами. Фуражки обычно были светло-синими, с тремя белыми кантами и с черным козырьком. Причем особым шиком среди мальчишек считалась мятая фуражка с поломанным козырьком. Зимой к ней добавлялись наушники и капюшон цвета натуральной верблюжьей шерсти, отделанной серой тесьмой. Обычно ученики носили сухонную гимнастерку синего цвета с серебряными выпуклыми пуговицами, подпоясанные черным лакированным ремнем, с серебряной пряжкой и черные брюки без канта. Имелась и выходная форма, темно-синий или темно-серый одноборотный мундир с обшитым серебряным волном-воротником. Неизменным атрибутом гимназиста был ранец. И с этого времени, до 1917 года, посол формы менялся несколько раз, согласно веянию моды. Но все это время форма мальчиков колебалась на грани штатского военного костюма. В то же время началось развитие и женского образования, поэтому потребовалась ученическая форма для девочек. Она была утверждена на целых 60 лет, позже формы для мальчиков. В результате появился первый наряд для учениц. Это был весьма строгий и скромный наряд. Но форма для девочек порадует нас знакомыми коричневыми платьями и фарточками. Именно эти костюмы явились основой для формы советских школ. И те же самые белые воротнички. Так же скромность фасона. Однако вскоре после революции в 1918 году был издан декрет, отменявший ношение школьной формы. Несомненно, в первые годы существования советского государства ношение школьной формы было непозволительной роскошью в стране. Разорюной мировой войной, революцией и гражданской войной. Период бесформенности длился до 1949 года. Школьная форма становится вновь обязательной лишь после Великой Отечественной войны. Вводится единая школьная форма. Отныне мальчики обязаны были носить военные гимнастерки с воротничками стойкой, а девочки коричневые шерстяные платья с черным передником. Именно тогда появились белые праздничные фартуки и пришивные воротники и манжеты. Со временем несколько менялся лишь фасон, но не общая суть формы девочек. В обычные дни полагалось носить черные или коричневые банки с белым передником белые. Мальчиков же одели в серые военные гимнастерки с воротничком-стоечкой, с пятью пуговицами, с двумя прорезными карманами с клапаном на груди. Элементом школьной формы также был ремень с пряжкой и кепка с кожаным козырьком, который ребята носили на улице. Также атрибутом у учащихся стала символика. У пионеров красный галстук, у комсомольцев и октября значок на груди. В 1962 году гимнастерки поменяли на серые шерстяные костюмы на четырех пуговицах. Важными аксессуарами была фуражка с кокарды и ремень с бляхой. Строго регламентировались прически под машинку, как в армии, а форма девочек осталась старая. В 1973 году произошла новая реформа школьной формы. Появилась новая форма для мальчиков. Это был синий костюм из полушерстяной ткани, украшенный эмблемой и пятью алюминиевыми пуговицами, манжетами и все теми же двумя карманами с клапанами на груди. Для девочек опять ничего не поменялось. В начале 1980 года была введена форма для старшеклассников. Такую форму начинали носить с восьмого класса. Девочки с первого по седьмой класс носили коричневое платье, как и в предыдущий период, только оно стало ненамного выше колен. У мальчиков брюки и коротку заменили брючным костюмом. Цвет ткани был по-прежнему синий. Также синий была эмблема на рукаве. Для девочек в 1984 году был введен костюм тройка синего цвета, состоящий из юбки-трапеты со складками спереди, пиджака с накладными карманами и жилетки. Юбку можно было носить либо с пиджаком, либо с жилетом, либо весь костюм с разных. Обязательным дополнением в школьной форме в зависимости от возраста ученика были октябрятские в начальных классах, пионерские в средних классах или комсомольские в старших классах значки. Пионеры должны были обязательно носить пионерский галстук. С 1 сентября 1991 года ношение пионерских галстуков и комсомольских значуков повсеместно прекратилось. Фактически, обязательно ношение школьной формы прекратилось в том же году. Но очень многое зависело от того, где располагалась школа в сельской местности или городе, и какой это был город, крупный или небольшой, ну и, конечно, от самих учителей. Законодательно обязательное ношение школьной формы было отменено только в 1994 году. Но по факту с 1992 года школьную форму практически никто не носил, так как именно в это время были ликвидированы по всей стране предприятия, которые ее производили. С 1 сентября 2013 года введен новый закон, благодаря которому школы могут самостоятельно устанавливать требования к одежде учащихся. Но при этом им рекомендуется соблюдать определенные критерии, предъявляемые к внешнему виду формы. Хотите верьте, хотите нет, но в нашей стране не было единой даты начала учебного года. В разных учебных заведениях зоопарты садились в разное время. Например, в сельской местности могли приступить к учебе только поздней осенью. А то и вообще в класс приходили с 1 декабря, когда на полях все было убрано, запасы на зиму были сделаны, оставалось только учиться, учиться и еще раз учиться. В городах гимназистов собирали уже в середине августа. Так продолжалось до 1935 года, когда Народный комитет СССР принял решение о единой дате начала учебы во всех учебных заведениях. Советская власть за начало учебного года приняла 1 сентября, а заодно определила, сколько должен продолжаться учебный год, когда можно было отправиться на каникулы. Возникает вопрос, а почему 1 сентября? 1 сентября для нас теперешних – начало нового учебного года. А для жителей Допетровской Руси – это была дата начала нового года. И только когда Петр Великий принял решение о переводе новогодних торжеств на 1 января, решили, что в начало осени можно начинать учебу. В Советском Союзе всегда любили праздники, и 1 сентября стал одним из самых любимых. 1 сентября начинали с открытой праздничной линейки, где главными действующими лицами становились первоклассники, открывающие новую страницу в своей жизни – школьную. Официального праздника, под которым мы понимаем нерабочий день в календаре, не было и нет. Проводился классный час, на котором ученики узнавали новое расписание занятий, знакомились с новыми учителями и новыми учениками. Но это все равно был праздник. Целое лето, не видевшие друг друга ученики и учителя, переполненные эмоциями, делились впечатлениями с друг другом. 1 сентября 1980 года официально был учрежден День Знаний. В те годы первыми стали проводить урок мира, который был посвящен воспитанию патриотизма, гордости за Родину и гражданственности. Время прошло, но праздник остался. Все те же белые банты, праздничные линейки, цветы для учителей и обязательный первый звонок. На линейке первопластных, как и прежде, спускают в небо воздушные шарики, очень надеясь при этом, что их просьба о хороших отметках будет услышана. Вот и лето пролетело, вновь сентябрь наступил, и торжественно День Знаний отмечает целый мир. Пожелаем вам, ребята, лишь пятерок в дневнике сил, здоровья и удачи, нужных знаний в голове. Дорогие ребята, поздравляем вас с праздником! До свидания и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok